Здарова, бандиты! Дигдигэмсто снова с вами. Сегодня будем записывать зал героев и поговорим про ебанутые вопросы, которые вы мне задаете. Ну, не совсем ебанутые, там про тесака в частности, ебанутый вопрос. Во-первых, ведро кто-то просил показать? Муся, успокойся, кошка с ума сходит. Не бесись, Муся. Мне просили ведро руны показать. Я знаю, что многих волнует конкретно 2.4.6. У меня это спид, крит, хп. Ведро далеко у меня не идеальное, но свои функции оно выполняет. Оно неплохо бьет, не супер круто, оно в меру толстое, то есть я хотел бы, конечно, больше хп. И оно средне-быстрое, то есть это не там 180 виол, да, как у юбков. Ну, типа, нормально. В общем, на рубин такого ведра хватает просто, блядь, за глаза. Просто с головой хватает. По поводу тесака, я даже с него какую-то руну забрал, то есть я ему какие-то говносет какой-то оставил, да. Но объясню, почему я им не пользуюсь и потихоньку начну бить зал героев. По-моему, да. По-моему, вот так. Объясню, почему. Я пытался с ним играть, то есть мне постоянно там люди пишут, вот и опять забыл тесака взять, вот и там мог взять тесака. Да, может там в какой-то конкретной игре я забыл взять тесака, но прикол в том, что тесак сейчас, ну, очень слабый. Прям сильно слабый. Прям он... В общем, когда против тебя пикают куча контроля, он просто не играет. Ну, блядь. Он не ходит. И все. И ты ничего с этим не сделаешь. Когда против тебя пикают эту дичь с Ванессой, там есть разные вариации. То есть, если они уходят в контроль, ты не играешь. Если они уходят в какую-то дичь типа там ведро, варвар, да, карусель, короче, карусель дамажная, ты опять же не играешь. Потому что они просто его убивают. Если они уходят в какой-то сустейн, то там все равно есть какой-то дамагер или контроль. Ты опять не играешь, потому что тесак плохо это все делает. Если ты пикаешь там какую-то хрень типа... В общем, ну, что-то там типа ВУСа, да, там, например, Триана, блядь, и так далее, то оно просто не живет. Типа не хватает. Нихуя себе, что меня так сильно разваливают. И получается довольно хреново вообще все, абсолютно все, что связано с тесаком. Тебе нужны какие-то громоотводы в виде, возможно, феи Ванессы, да, какие-то громоотводы, которые хорошо будут спасать. Но вот у меня, я не знаю, у меня не заходит абсолютно, и ничего не получается с ним. Я сколько раз не пытался. Я знаю, что он против ведра хорошо заходит, против Гара, против Перны. Но они как бы с такими пиками комбинируются, что, блядь, ну, плохо все получается. Так, давайте-ка вручную нахуй ее убьем, потому что... Потому что больно. Потому что тупо больно. Так, давай, раскольчик. Удар. Фея должна сходить. Нет, фея не сходит. Вот, пусть он бьет других. Да, мы так его убьем. Там следующая волна тяжелая, и после нее, по-моему, волна тяжелая. Но это не точно. Нет, это не тяжелая, там следующая вроде с бомбами волна. Я зря, наверное, это все вместе потратил. Так, ну, мы добьем. И, как бы, я много пытался играть с тисаком, потому что раньше прям, ну, прям он решал катки мне. Но, блядь, ну, не идет с ним игра. Я не знаю, я что только не делаю, ну, просто не идет. Ничего тут я, блядь, поделать не могу. Просто тупо не идет с ним игра. Я сколько ни пытался, по нуля. Да, вот эта гондонская волна, блядь. Отлично. Надо убить джокеров, и тогда будет легко. Так, добиваем. Добивай. Все, тут мы на нем кд перезарядим. По поводу светлого джокера. Там некоторые с ума сходят, типа, ебать, какого классного монстра добавили в зал героев. Это же стрипер, это же, сука, круто. Ну, и в таком духе там у людей комментарии идут. Но, как по мне, это настолько нелепо, я бы даже так сказал. Типа, прям, по-моему, это даже, ну, не знаю, глупо это, грубо, наверное, будет говорить. Нет, давай его убьем, а то говно на автобое мы задолбим. В чем прикол, Ивоны? Типа, то есть, ну, на бумаге это четырехзвездный ЛД-стрипер, да? АУЕ-стрипер. И вроде как на бумаге это звучит прикольно, да? То есть, это, типа, и риска на минималках. Типа. Но на деле это вообще не так. На деле это полное говно. Сейчас мы, когда выйдем, я открою его скиллы, чтобы прям конкретно говорить, почему я считаю, что он дерьмо, и что он не достоин внимания никакого абсолютно. Только если по фану его забилдить, так он абсолютно бесполезен. Сейчас я покажу. Нет, он там, кстати, классный. Мне нравится, как он выглядит вот здесь. Так, ладно. Смотрите, прикол. Эта штука бьет всех один раз и вешает рандом демав. Это дерьмо одноразовое, как у всех Джокеров. Все понятно. Типа, вот эта пассивка прикольная, что шанс, что по нему не пойдет дамаг. Это прикольная пассивка, я согласен, она классная, и она очень дико бесит иногда, потому что она может и 3-4 раза подряд сработать, и это дико бесит. Но прикол его пассивки в чем? Что она вроде как делает из него стрипера, но в чем минус? У него один АОЕ скилл с большим КД, если я не путаю в три хода. По-моему, еще и база у него говно, если я ничего не путаю. Потому что у Джокеров посредственная база, там только у Черного Джокера классная база на атаку. И то есть, и по-моему, все остальное хуйня. У Люшена еще там вроде на атаку более-менее. И прикол в чем? Он дает одно АОЕ и снимает 1 баф всего. То есть, это, блядь, АОЕ стрипер на 1 баф. Вдумайтесь, блядь, в это. Лиса воды делает то же самое, но 4-х звездная, блядь, Лиса воды. Но она снимает все бафы. Вы, блядь, просто вдумайтесь в это, насколько это, блядь, абсурдно. И прикол в том, что его дебафы с этого скилла, они просто говно. Смотрите. Гланс, стан и замедло. То есть, тут нет раскола. Если бы он хотя бы имел шанс дать раскол, тогда это было бы как-то, ну, блядь, я не знаю, ну, как-то логично, типа, что ты мог его с кем-то скомбинировать, с каким-нибудь, блядь, ну, я не знаю, ну, там с каким-нибудь черным пиратом, блядь, с Бернардом, с каким-то. И он там, типа, прострипывает, там, рандом дебафы развешивает, раз там куда-то залетел раскол, и он убил. Но он ничего не вешает, это бесполезные дебафы. Единственный прикол в том, что он имеет двойной шанс на стан, потому что у него дисплеер плюс его шанс стана на втором скилле. То есть, это двойной шанс на стан. И, типа, шанс, что он застанет, довольно высокий. Но прикол в чем, это всего один дебаф. Камон, это полное дерьмо. И это долгий гд. То есть, ты не поставишь его в деф, в атаку ты его тоже не возьмешь. Потому что, если ты напоришься на шилдсет, ты в жопе, типа. И, то есть, это гемини на минималках, у него говно лидерка, где она, блядь? Лидер скилл, резистанс в донжионах, резистанс, сука, в донжионах. Вдумайтесь в это, блядь. Насколько это плохой моб. То есть, это, блядь, это гемини и рис на минималках. Он очень плохой. То есть, ну, типа, я, блядь, в гильдии читал, там, челик писал, типа, да не, вы че классного моба дали, вы не шарите, я там вкачаю туда-сюда. Стрипер в деф, это круто. Да какой нахуй это стрипер, это кусок говна. Он не делает урон, он не вешает дебафы нормальные. Он вешает дерьмовые дебафы, раз в три там хода, или сколько там, да, по-моему, три хода кд на коробку. И ничего хорошего он с этим не делает. То есть, первый скилл вообще бесполезен. И, типа, и что нафиг он нужен? Вот как бы такая проблема. То есть, у него прикольная пассивка, в плане, что там, типа, по нему промахи летят, да, это круто, вообще бесспорно. Это я у него отнять не могу. Это прикольно. Но на этом все, у него ничего нет. Он не делает какой-то заоблачный урон, у него нихера нет. И, как бы, как-то так, блядь. Так что, я не рекомендую никого его качать, но фармить его надо. Ну, в принципе, я все равно видео уже под закрытие зала героев пишу, так что вряд ли вы успеете. Но не фармить зал героев, в принципе, глупо. И так что, он у вас в любом случае хотя бы 50 кусочков должен лежать. И ну, то есть, тратить его все равно не надо. Оставьте его на черный день, одного на момент, когда его бафнут. И риска тоже была одной из худших LD. До ее бафа. Это была худшая LD. Сейчас это нормальный монстр. Вполне себе нормальный. То есть, возможно, когда-то Джокер таким же станет. Пока Джокер как бы дерьмо, к сожалению. Или к счастью. Но вот как-то так. Вот такие у меня мысли по Джокеру. Кто считает по-другому, пишите в комментариях, почему. Кто не считает, пишите свои мысли. и так далее, и тому подобное. Ну, вот так вот. Такой вот Джокер. Всем спасибо. Всем пока. Блядь, я не туда нажал, да?